Музей современного искусства Также в Музее современного искусства Астаны на постоянной основе проходит выставка продажа «Портрет, пейзаж и натюрморт» художников Астаны, Алматы, Караганды и Павлодара. Всего в экспозиции представлено 43 экспоната. Выставка ювелирных украшений Таймаса Мукашева проходит в Музее современного искусства. В своих творениях, каждая из которых является произведением искусства, мастер часто использует национальные мотивы и элементы орнамента. В Музее первого президента Республики Казахстан проходит персональная выставка известного художника-ювелира, обладателя Международного ордена имени Карла Фаберже, заслуженного деятеля Республики Казахстан, Берека Алибая, под названием «Наследуя традиции прошлого». Авторские ювелирные работы Берека Алибая представлены в двух выставочных залах. Здесь можно увидеть вооружение казахских батыров, посохи правителей, а также женские украшения, браслеты, серьги, нагрудные украшения и перстни. Представленные в экспозиции изделия украшены благородными камнями, чаще всего сердоликом, рубином, кораллом и малахитом. Выставка продлится до 15 декабря. В Казахском государственном цирке продолжаются представления от звезд московского цирка. В цирковых программах свои таланты покажут рекордсмены Книги рекордов Гиннесса, обладатели высших цирковых наград и многие другие. В торгово-развлекательном центре Достык Плаза продолжается международная мультимедийная выставка «101 изобретение, которое изменило мир». Для создания этой выставки были привлечены международные эксперты в области науки и выставочной деятельности из США, Израиля, Китая, Финляндии, Дании, которые коллективно выбрали 101 изобретение, повлиявшее на ход мировой истории и развития человечества. Выставка продлится до 4 декабря. В Государственном музее искусств имени Абулхана Костеева продолжается выставка живописи и графики Латифа Казбекова. Здесь представлены работы в направлении станкового искусства. Основой для них служит самостоятельно разработанная Казбековым технология ручного литья бумаги с применением натуральных красителей. Авторская бумага Латифа Казбекова выходит за рамки традиционного графического искусства, а созданные им в этой технике объекты обладают трехмерностью и меняют свой облик в зависимости от направления света и угла зрения. Выставка продлится до 28 ноября. Латиф Казбеков очень хорошо известен во всем мире. У него прошло огромное количество выставок в самых разных странах, но в Казахстане это первая выставка. Мы считаем, что это очень такое возвращение на родину, победное у Латифа Казбекова, потому что он большой состоявшийся мастер. И в Алма-Аты он привез выставку, на которой показывает свою акварель и литье из бумаги. Уникальность работ Латифа Казбекова в том, что всю бумагу, на которой он работает, он отливает сам. Это очень древний вид ремесла, отливать бумагу. Конечно же, придумали ее в начале, можно сказать, в пятом веке нашей эры еще в Китае. Но у Латифа тоже есть свои особые моменты, нюансы, можно сказать, свои секреты. В Центральном государственном музее Республики Казахстан проходит выставка, посвященная столетию со дня рождения Шакена Айманова. На выставке, организованной совместно с киностудией «Казахфильм», будут представлены личные вещи режиссера, награды, фотоматериалы и документы. Впервые в экспозиции представлена уникальная коллекция эскизов костюмов и декораций из фильмов Шакена Айманова. Субтитры создавал DimaTorzok